привет друзья ну вот там меня спрашивали чего все время девушек рисуете ну как девушек вот пожалуйста гонки конки да на парусах мечта некоторых людей сейчас где-нибудь там погоняться или на яхте там или еще где то ну вот пожалуйста какая у него тут эти шапочка а какая пенка сзади лодочки до парусника слышите но сейчас делу значит мне прислал наш друг большой мой личный друг артур степанов чемпион мира по штанге участник нашей школы великолепный человек который любит природу любит находить даже в листочке дерева или букашки целый мир прекрасный прислал мне ссылочку и говорит посмотрите там интересно для вашей синхронизации настроение я послушаю очень интересные очень хорошие выступления там есть один но молодой еще достаточно человек с бородой похожий еврей он похожий из израиля еще откуда-то он выступает сомны с очень умной речью он говорит вот сейчас вот это вот это что происходит с пандемии прочее останутся только люди разумные что все обнулиться банки упадут экономика упадет и все упадет америка типа упадет раскинется все на части все те которые неправильно себя вроде вели останутся только хорошие разумные после этого обнуления что человек должен быть человеком но я своими словами говорю и очень много у меня друзей разных из разных стран и евреи китайцы и японцы и русские и аварцы как я да но в дагестане вы знаете там сколько языков коренных сколько там я вам как-то рассказывал что там про лейка который был начальник научно-технического управления мэп ссср он мне рассказывал что у вас дагестане горит в одном селении говорит там ножны делали а в другом говорит кинжалы они на базаре встречались друг другом обменивались продавали а языка друг друга не знаю но это немножко так сказать метафора но интересно правда дагестан является очень такой вот кузница межнациональных отношений у меня друзья евреи и цыгане китайцы я сказал японцы русские индийцы кого только нет среди моих друзей люди самых разных профессий и прекрасные люди есть люди немножко недалекие тоже есть и самые разные люди но есть эгоистические люди такие которые только на себе зациклен зацикленные я одного мужика знал меня первый миллионер в ссср юрий этот тарасов тарасов меня с ним познакомил этот мужик мне рассказывал что когда он был маленький он на пирожок смотрел и думал как бабки сделать ну крови у него это мы не знаю откуда может воспитание такое получил более где-то нагляделся не знаю по моему так у человека здорового с психой здоровые такого не бывает если его агрессивно как не воспитывали не учили это мы специально думаю только деньгах нормальный человек здоровые психики он в какие бы ситуации не попадал все-таки пытаются быть человеком у него есть чувство достоинства чувство самоуважения любимая деятельность чем он занимается где он снимает стресс когда ему не позволяют заниматься любимым делом вспыхивает ругается потому что человек по природе творец это каждый из нас по природе творец так вот тот человек который рассказывал о котором артур степанов нас чемпион мира по штанге с которым мы как-то ролик так делали вы видели там ленте посмотреть кто хочет он про медленные движения там про все про автопилот который включается очень 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 человек талантливый мы с ним поэтому дружим и многие участники школы его знают как и других чемпионов мира по разным видам спорта как ну да не буду сейчас перечислять сколько у нас чемпионов мира это и так все знают кто смотрит наш youtube канал ленту просматривает или сайт стрессу и сайт хасайру они все знают там такие архивы лежат так слушайте он этот человек рассказывал что все банки рухнут все рухнет экономика рухнет для чего ну так многие сейчас пишут тоже по эзотерике что человек переходит на другие якобы вибрации и он рассказывает о том что люди эгоисты и поэтому надо себе это убирать эгоисты но далалама тоже говорит об этом все об этом говорят что эго мешает человеку в сотрудничестве мешает ему быть альтруистом а не эгоистом не совмешает ему быть творцом и дарителем а первопричину там не указывает откуда все таки у человека эгоизм а я по своей специальности должен разбираться в этих делах я глубоко копаю я очень глубоко копаю я поэтому за много лет понял за много лет понял что вот эти вот декларации надо любить ближнего надо заботиться не только о себе но и о человечестве как я сам говорю это все правильно ну а как же быть не эгоистом если тебя сковал стресс например у тебя инстинкт самосохранения включился перенапряжение где ты там можешь разумно думать видеть картину целиком все у тебя в туннельном зрении ты занят только собой в этот момент тебе только спастись вот эгоизм откуда берется когда у тебя стресс в первую очередь я к этому сейчас вернусь это очень важный момент потому что надо же выяснить что такое эгоизм его первопричина не просто констатировать вот люди и эгоисты отсюда кризисы и войны и конфликты и потребность лекарствах и так далее ну понятно что отсюда откуда сам эгоизм берется ну первое сказал из инстинкта самосохранения второе инстинкт продолжение рода третье потребность человека это быть творцом человек по природе по своему биному поскольку в этом потенциале и на типе его его любого нас заложен творческий потенциал потому как в этом потенциале запакован весь эволюционный процесс развития человечества запакован это мощнейший потенциал и стресс происходит почему он же всегда с нами потому что человек в конфликте с самим собой потому что он должен быть творцом по природе а у него стресс потому что он не может делать то что он хочет вот заставьте вас делать не то что вы хотите ну да у вас мозг такой мощный у вас такие внутренние ресурсы такой потенциал быть творцом созидателем альтруистом дарителем по природе вашей вы никуда деться не можете заставь человека не любите не можешь заставь человека не творите не можешь он даже когда был еще совсем маленький в эволюции наскальные изображения делал солнышко рисовал то фигурки какие-то рисовал я же знаю я же ездил когда был подростком экспедиции археологические наскальные изображения сколько тысяч лет назад а человек уже творил то без этого не может жить человек и вот творить это не за штука рисовать ну что это любому вопросу подходить творческой то есть пытаться найти как решить вопрос наиболее простым способом через призму высших общечеловеческих ценностей я это повторяю и буду повторять потому что некоторые люди думают что творчество это только петь плясать играть на барабане рисовать стихи сочинения творчества это поиск наиболее простого решения в этом суть через призму общечеловеческих ценностей то есть как человек решать вопрос поэтому создаем науку человечесости так вот я сейчас раскрываю вам первопричину всех проблем и конфликтов и войн поэтому вот этот человек очень правильно говорил а у меня есть еще друзья которые кабалы занимаются и которые говорят об интеграции необходимости интегрироваться совместно творить совместно созидать такие молодцы и лайтман об этом их говорит о том что эгоизм мешает что надо быть другим тогда как раз ключ этот вот контруизму хочу давать почему потому что когда человек стрессе какой из него альтруист но в таком перенапряжении и вот особенно страх когда у него кажется такое что весь мир валится на него ему спастись надо инстинкт самосохранения и вот и все то ни о чем другом думать не может какой же он альтруист так вот если человек не научиться этот такой мощнейший момент это вулкан вот этот стресс негатив этот страх особенно неопределенностью вот сердце схватил и думаю что сейчас случится в час все 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 таблетку раз 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 допустим да нитроглицерин выпил отошло потом смотрит не так таблетка была оказывается что оказывается энергия напряжения ушла плацебо получилось плацебо эффект на чем вся диаматраке плацебо но там сейчас иногда и вещества добавляет пускай не будут там не чисто все там на вещества добавляет допустить так сказать результативность так вот вопрос не в этом вопрос другом вопрос в том что энергия стресса как только появилась у меня позитивный образ будущего вот в виде таблетки что будет лучше у меня раз отпустила и энергия ушла туда то есть я учу как раз таки как переводить энергию стресса из этого состояния оков мозга когда человек не творится он вообще неразумен он спасается бей беги оцепеней дрожи трет но это же психосоматика вся оттуда вот чтобы эту энергию стресса как своего помощника взял использовал это мощнейшая энергия теперь вот что я скажу да все рушится банки экономика все рушится и рушится но просто говоря о том декларируя о том что люди должны интегрироваться любить друг друга и далее это просто декларации потому что я сейчас рассказываю об этой первой причине а источник этой первой причины как таковой в нашем внутреннем комфортинге то что мы не позволяем себе или нам не позволяют быть творцами мы хотим этот потенциал реализовать каждый из нас мечтает о чем-то хочет чего-то вот дети маленькие они играются там игрушечки они мечтают в этот момент воображают и каждый человек повзрослеет немножко он тоже продолжает там быть понимаете а ему вот допустим он там творчеством занимается допустим он архитектор допустим он там стихи слагаете ли там хочет музыкой заниматься или математику на в этот момент говорят ему то что ты перестань это ерунда ты лучше делом займись но в том смысле кому это нужно потому что выживать на деньги нужны а как же на любимом деле ты будешь деньги зарабатывать вот же в чем проблема проблема-то в то почему этот человек когда говорил как свою проповедь типа очень хорошую молодец он молодец только там не хватало то чего я сейчас говорю почему когда он это говорил он сказал америка вся разрушена потому что там вот как раз таки этот момент есть что на западе пошли по вектору внешних свобод то есть по моему по причине так сказать материальных ценностей то чем бы ты не занимался деньги если ты умный где твои деньги по вектору этому пошел а восток пошел по внутреннюю вектору это идеалы это целесообразность чувство бесконечности это чувство сопереживания это это как раз таки мечтание это внутренняя свобода вот их две внешние и внутренние россия между ними качается и все время доминанты то внешних свобод то внутренних свобод все время качаются и поэтому в россии все время история переписываются перед зависимости от того кто-то то одни источники берут открывает а другие а часть архива вообще не открыто поэтому кто там спорит что лучше социализм капитализм или как был стали ленина женихидзе там или еще кто-то и сенин друзья архивы большинстве свое в таком важном не открыты спорить то нечего надо развивать свой ум как говорится носить свою голову на плечах а как это сделать у нас есть геном творческий когда мы попадаем в неизвестность когда у нас многозадачник голове и надо быстро принимать решение мы можем опереться на это наш творческий потенциал если мы научимся снимать лишнее напряжение и перенаправлять энергию стресса на решение нашей задачи но следить за ходом мысли почему потому что сейчас начинается новая эпоха да мир рушится никто ничего не знает мы все в неизвестности а все эпохи вообще если вы посмотрите по истории связаны с освоением новых форм энергии от механической энергии до атомные от атомной до ядерные а теперь вот самое высшее из энергии на самом деле это энергия напряжение стресс это стресс это страх стресс это высший из энергии которую если человек освоит он научится сохранять себе творца у нас выживать и созидать он будет не эгоистом альтруистом вот что не хватало и да они часть говорили правильно а технология ключ школе человек будущего как и положено быть у нас на стене школы написано школа человек будущего homo futurus человек разумный человек разумно до находится в русле эволюции так и написано до цели задачи это сохранение творческого долголетия здоровья сокращение кризисов и войны конфликтов между людьми сокращение потребности в лекарствах у нас так это все написано уже годы годы у нас школа человек больше развивается просто когда у человека стресс и когда он занят своими делами он просто не обращает на это внимание до тех пор пока как говорится у него это не заболит когда он начнет думать не только о себе немножко а как же сделать так чтобы было лучше все он начнет искать и наткнется школа человек больше хомофутурс по-другому говоря школа человечности об этом же и говорят и лайтман об этом же говорят и все о технологии у нас поэтому все вместе если мы соберемся мы этот вопрос решим потому что есть такие задачи как я написал свои книжки сейчас покажу национальная идея россии генератор будущего я это моя картина ангел трубач очень хорошая картина так она в ридерии издана в ридерии издана так вот вопрос заключается в том что там все сказано почему так все происходит почему например у нас стране каждый раз пытаются сделать демократию в конечном счете происходит централизация там все объяснено все объяснено все сказано и что надо сделать нам самое главное сказано что есть задачи такие которые невозможно решить без объединения усилий человечества да а как создать это объединение там тоже написано там тоже написано и те слова которые я говорю они происходят из того что я специалист как устроена работа мозга да мои все друзья с кем мы сотрудничаем они специалисты в разных областях а я получился как говорится волосинка волосинка в стакане соленой воды вокруг которой происходит кристаллизации поэтому мне много направления и педагог и психолог и врач и психолог еще такой психолог большой психолог ну короче говоря и спортсмены у нас и все надо всем объединяться поэтому мы будем сейчас проводить вебинар потому что стресс и страх у нас возникает быстрее зацикленность возникает быстрее когда мы не знаем от чего у нас что происходит я там на вебинаре буду еще раз объяснять точку определенности точку сборки так сказать что надо делать вебинар будет называться так примерно истощенная нервная система как восстановиться потому что когда человек истощен недоспал например одна из причин риск возникновение стресса возникновение отвлекаемости внимания что не может сосредоточиться возникновение ошибок ошибок я много лет занимался тем что я помогал в электронной промышленности и в энергетике много лет работал и диспетчеров обучал микроскопики микроскопистов чтобы брака было меньше и ошибок было меньше условиях экстремальных поэтому друзья здорово я выступаю у нас там есть на 59 тысяч человек трое таких умников один из них или два из них обязательно появляются которые пишут под каждым моим роликом какой-нибудь глупость но это здорово я никого никогда не блокирую пускай как говорил петр первый чтобы о нем не говорили но был великий человек петр первый а махачкала в котором я родился бывший порт петровск море горы пустыня бархан там все есть и много национальностей и у меня такая школа межнациональных отношений дружбы между людьми я поэтому как не знаю как всех пытаюсь задружить такой слушайте дело в том что я во первых скажу спасибо артуру нашему степана чемпиона мира по штанге который даже в букашке как я говорил или в леске находит целый мир красивый который мне прислал вот эту ссылку я послушал я вижу что все люди думают об этом все нормальные люди пытаются найти даже эзотерики пишут что на частоты мы какие-то выйдем мир разрушится останутся только светлые люди так светлые люди это участники школы человек будущего которые научаются использовать энергию стресса потому что наступает действительно новая эпоха а если чек не научится использовать вот эту мощнейшую из энергии которая всегда внутри нас это вечно возобновляемый источник энергии наш внутренний конфликт что мы хотим быть творцом а нам не позволяют по разным причинам не позволяет или мы себе не позволяем я себе позволяю поэтому несмотря на то что глубокие инвалиды там и всякие прочее ходить не могу и гулять не могу бегать не могу но несмотря на это у меня появилось столько энергии потому что я занялся любимым делом я стал думать каждый человек если будет думать он придет к одному и тому же что самое ценное самое ценное это способность мыслить и и способность чувствовать не только свое но и всех других это сенситивность называется всем привет друзья скоро будет и бинар объявление будет да сделаем ссылку сейчас наташа там белоруссии кузьмина наш писатель готовит вот этот вот лендик или как он называется я буду сидеть ночью значит писать текст расскажите всем что эпоха действительно меняется и в отличие от эзотериков или еще каких-то людей самых разных там маги какие-то выступают колдуны какие-то выступают а я от науки выступаю и мы вообще-то научным методом занимаемся все мои друзья все мои друзья в разных странах мира в разных национальностей разных мировоззрений и мы все общаемся я всем желаю здоровья и счастья и творческого долголетия обнимаю вас друзья объявление будет это конечно будет потому что один из способов сохранить себя в балансе это нормально высыпаться друзья да это нормально высыпаться потому что очень много проблем когда в клетках мозга питания не хватает вы тогда и раздражаетесь вы тогда и отвлекаетесь и не можете быть дарительным вы эгоистами а нам надо быть актуистом у меня в болгарии я уже как-то рассказывал очень давно кто не знает кто у нас новый участник тетенька одна была болгария проводил занятия и она мне сказала после того как применила эти приемы она говорит слушайте я такая вредная говорит часы не проходит чтобы я кому-нибудь за что-нибудь шпитку не вставила а тут горит я это сделала и у меня такая сейчас любовь ко всем хочется вас всех любить обнять дарить что-то хорошее вам делать но видите ключ у нас до встречи